и с вами снова психолог вишняков андрей я вас приветствую сегодня у нас тематический эфир будет тема такая в продолжение про семейной системы да то есть про отношения куда собственно говоря пропадает из отношений пропадает секс да здравствуйте сейчас у нас пока присоединяйтесь протру камеру чтобы было лучше меня прямо сразу изображение улучшилось да здравствуйте века здравствуйте вот и я там написал на сегодня рассматриваем как раз про пропадание энергии такой сексуальной активности но скорее больше у нас поскольку блок про отношения то скорее про психологическое да то есть моем понимании секс он отражает в первую очередь что у нас психики происходит да да все показывает некая лакмусовая бумажка до что сейчас про отношения что между нами происходит да то есть и мы просто смотрим да то есть какие причины могут на это влиять ну там есть какие-то вопросы комментарии будут естественно я там приветствую да то есть как-то вот как как это происходит вот и ну про это много чего написано я постараюсь что не говорить такое ну про что там не пишут там психологи обычно книжки поскольку у меня ролевое мышление я вам буду рассказывать лучше с чем я сталкивался там на своих там сеансах на группах не так много людей готовы работать про секс я не сексолог но по крайней мере упоминать про то что у нас есть проблемы в сексуальных отношениях да в этой сфере они у клиентов всплывают и у мужчин всплывает у женщин всплывают да и когда ты начинаешь про разбираться то как раз вылезает чаще всего ну там у людей накапливается что-то да и там вот про эти роли поэтому я сегодня постараюсь как-то с вами вот про роли и ну к сожалению привет из башкирии да привет башкир был в уфе работал лекции читал в уфе вот мы говорили да на одном из прошлых эфиров что вот секс смотрите секс сначала мы разберем да к чему он относится да то есть здесь отсюда важно понимать да то есть какие сложности оттуда могут происходить секс он относится с фото с тех архетипов которые вам рассказываю добрый вечер да вот он относится в первую очередь к энергии продолжения рода да то есть эта энергия любящего то есть эта энергия контакта потому что секс это в прямом смысле контакта то есть физический контакт сексуальный контакт контакт телами вот контакт там органами да то есть ну понятно сейчас современная медицина она там детей в пробирке уже научилась делать там но все равно есть этот контакт между сперматозоидом и яйцеклетка все равно да то есть это все равно энергии соединения энергии соединения из архетипов это как раз к энергии любящего и задача любящего это продление рода здравствуйте балабанова привет балабанова да в этом появляется первая сложность ну здесь я ничего вам тайны там не открою никакой но нам это нужно знать для психологии что есть некая физиология да то есть есть некая вот это вот биологическая такая потребность базовая до что род должен продолжаться что секс это продолжение рода но вот мы как как животные должны продолжать как-то род такой и поэтому функция вообще секса по-хорошему она одна да то есть это для того чтобы рот продлялся но там где-то наверху задумали до чтобы рот продлялся больше да то есть как бы мы не умирали да то есть нам еще дали через это удовольствие вот поэтому на секс навешивается очень много также как я вам говорил про курение не помню позавчера или вчера на курение много чего навешивается и оральной рефлексой постоять вместе там покурите некая для подростков это некая статусность такая там да это и некая элитарность есть это сигары там это некое все равно киноэстетическое удовольствие такое там как-то там не знаю там ты вдыхаешь особые какие-то там запахи это и это и химическая зависимость никотин да то есть он тоже играет главное это химическая зависимость наркотик такой пусть и легкие но все равно мы к нему привязываемся это наркотик секс точно также может быть точно такие же наркотиком по какой причине поскольку это биоактивность да то есть это выброс там гормонов это вот это самое удовольствие страсть поэтому ну есть люди у кого повышенные тому мужчина адреналин там у женщин еще что-то да то есть они через этот секс ну как бы получают максимум выброс вот этих гормонов да и они испытывают вот это вот максимальное удовольствие мы вообще-то да привет украине вот мы вообще-то гоняемся за удовольствиями мы гоняемся я сейчас в пост выложил вам там про радость там да но ведь не только за радостью мы гоняемся за удовольствие за какой-то там вкусной едой там шоколадочки там да то есть мы гоняемся за там не знаю одежды киностатически какой-то приятные там удовольствие мы гоняемся за какими-то красивыми видами там да вот мы гоняемся там посидеть там у костра посидеть сегодня ведь у меня маленькие бревнышки такие видите микроскопические такие это мне осталось наследство от 9 мая люди с бензопилами мне понаоставляли наследство вот поэтому есть биология да то там чаще всего с ней работают сексологи да то есть где нарушается биология надо просто понимать что у некоторых людей проблема лежит не психологической сфере а в гормональной какой-то сфере да то есть внутри как бы биология не хочет вот секса как как такового ну то есть зачем и в этом есть правда но то есть есть эти технически если нет задачи делать детей да то зачем зачем нужен секс в этом отношении вот но секс дальше смотрим на то есть но секс на него накручивается вот это удовольствие мы сказали да то есть это такой ну выброс там да там адреналина или чего-то там да ну то есть ты получаешь максимум максимальное такого вот удовлетворение ну там если человек способен испытывать оргазм то это еще испытывание оргазма не секрет что мы привязываемся каким-то удовольствием и мы начинаем за ними гоняться то есть мы хотим воспроизводить это то что во всех вот этих восточных практиках говорят да я вам там писал нельзя в одну реку дважды войти вот статья у меня была да где люди пытаются снова и снова пережить какое-то ощущение которое они когда-то испытывали да и они готовы за ним гоняться за этим ощущением и поэтому есть привязанность как наркотику да то есть мы хотим это ощущение испытать заново вот одна из вещей вторая вещь это про близость ну то есть мы в момент секса да то есть мы чувствуем себя максимально близкими друг другу да то есть это максимальная вот эта интимность контакт такой да кроме удовольствия кроме удовольствия такого биологического мы испытываем еще эмоциональное такое удовольствие от близости особенно если язык есть такой называется язык тела да то есть язык язык объятий да то есть языки любви помните есть язык подарки есть язык забота там есть язык язык телу там язык любви совместно проведенное время а есть язык такой телесности да то есть объять то есть если у вас внутри вот этот язык тела он показывает что я нужна там я востребована или там я там не знаю там я могу быть с кем-то то у вас на секс будет накручено вот это вот ощущение что я меня любит да то есть меня любят только если есть секс да то есть если меня хотят но просто у вас перекос вот в эту сторону языка любви то есть доказательства любви к вам то есть если действительно есть сексы если есть интимность там да то То есть есть и есть обнимашки. А то, что вас там будут задабривать подарками, то, что там будут, не знаю, вместе с вами время проводить или заботиться в чем-то другом, оно как бы все хорошо, но никак не попадает на ваш язык любви. И у вас будет ощущение, что что-то не хватает. Поэтому вот здесь секс, он такой показатель, да, поскольку это проникновение, да, то есть это максимальное слияние. Я в тебе, ты во мне, там, да, там, вот, соответственно, там, что, поцелую, там, да, это как бы такая интимность, там, проникновение языка, там, да, там, губы, да, то есть вот это некий тоже символ, да, что мы вместе, да, символ, что мы едины. Мы таких два животных сливаемся, мы с тобой одной крови. То есть это некий показатель вот здесь секса, да, что мы с тобой в чем-то, в чем-то отдельно сейчас от других, да, в чем-то мы с тобой вот уникальны. То есть вот эта роль, роль такая вот у нас появляется, что мы вместе соединяемся. И нельзя отрицать, да, что мы друг друга еще и выбираем, как биологически самка-самец подходящие. Это нам, мы социально, вот у нас очень много сломано здесь. Просто, ну, я учился на курсе, там, такой, сексологии, там, психологии, там, в Украине учился, в Киеве. Вот, и там много таких вот вещей, там, по немецкой системе там тоже говорили, там, вот, и там многие вещи объясняли, что у нас в конфликт входит наш социальный запрос, да, здравствуйте, наш социальный запрос, кого мы хотим себе в мужья, и наша биология. Мы выбираем под наши гены, наши гены выбираю, да, какая попа, там, да, какие руки, какой череп. Мы не знаем до конца, но как животное, там, тигр тигрицу выбирает, да, или тигрица из всех тигров выбирает этого, да, то есть, или вот сейчас здесь птички, там, вот соловьи у меня вечерами там поют, ну, то есть, их много здесь, да, и вот по какому принципу самка себе выберет самца, да, то есть, и здесь у нас происходит конфликт, что мы же не животные, да, мы до конца не чувствуем свое тело, и до конца непонятно, как мы выбираем. Мамонта, например, сейчас, хорошего мамонта принесет не мужик, такой самец, который там может, там, не знаю, зарабатывать, там, денег, там, не знаю, на охоту ходить, а такой добытчик мамонтов может быть хороший программист, который вообще может быть не мускулинный, а там, субтильный какой-то, там, такая голова на ножках, например, ну, он офигенно там хорошо зарабатывает тем, что он хорошо программы делает, он может даже спортом не заниматься, из него вообще тестостерон может не переть никак. Но для вас вы воспринимаете, что с точки зрения социальной, да, то есть, он тот самый добытчик, как отец моих детей, и как тот, кто обо мне позаботится, когда, там, я буду гнездоваться беременной, когда там будет кормление, да, вот. А внутри есть биология, да, то есть, она привлекает, и, ну, как внутри, ну, как свое тело отрицать? Ну, вот тело может хотеть. Ну, так же, как мы, например, ну, иногда вот там, ну, мне нравится, например, да, вот ездить в разных странах, смотреть на женщину, они меня привлекают. Вот, ну, прикольно, там, иностранки, там, красиво, уникально. Потом приезжаешь, так, в Москву, в Россию, там, приезжаешь, блин, ну, у нас самая красивая женщина, да, ну, я понимаю, потому что я, да, у меня там кровь, там, украинско-русская, там, наполовину, там, или на треть, там, неважно, она миксованная, да, то есть, у меня такая славянская природа, то есть, все равно я останавливаюсь на том, что есть. Да-то, хотя мне, ну, как, там, жена у меня наполовинку, там, кавказка была, да, там, на четверть, что ли, вот. Понимаю, отец у меня тоже с Кавказа, но он такой казак такой. И вот здесь получается такое, как бы внутри у нас психика, она, как, психика, она, как теряется, да, то есть, мы же не можем сказать, что у нас отдельно тело, отдельно биология, отдельно психология, нет. И хороший вопрос для секса, да, то есть, но секс, мы чего? Мы с мозгом трахаемся, там, извини за слово, там, на ножках? Или женщина может, она быть предельно красивой, прям вообще уникальной, ну, а в постели она никакая, да, то есть, или вот есть, там, узкие бедра у нее, она может не подходить, у нее, мы же не задумываемся, но просто, например, мы же не знаем, как мы по-настоящему, да, вот, получаются дети, да, то есть, как подобрать под мой генотип, например, подобрать генотип женщины, а женщине подобрать под свой генотип, чтобы ребенок был, там, нормальный, адекватный, да, как он получился. Но ведь инцесты почему запрещены, да, потому что рождаются дети, не совсем, ну, там, не совсем могут быть нормальные, да, то есть генетика до срабатывает но то же самое здесь может быть да то есть вот говорят же да что хорошо когда миксуются там национальности разные местности да то есть дети появляются более устойчивые к разным там влиянием они у них больше там ну как-то они подготовлены каким-то катаклизмом у них больше к это уникальность они берут лучше оттуда лучше оттуда могут взять и хуже оттуда и хуже оттуда да там вот но каким-то образом наша биология говорит что ищи себе партнершу до партнера ищи под биологию под секс то же самое да секс он тоже и он может быть животные да то есть некий показатель раз там где какие органы темперамент да то есть вот природа же нас почему-то такими сделала да то есть вот здесь тоже может быть совпадение но еще раз говорю да то есть что но психологически социально под сценарии какие-то под свои задачи там под любовь то есть мы такие животно люди и мы выбираем себе партнера там вот я вам говорил последние эфиры я говорю чаще всего под сценарий похоже вот девочка больше смотрят там до натали здравствуйте похожего например на папу или наоборот не похожего на папу в чем-то похожего на мо похожую на маму не пах анти маму такой лишь бы совсем было на маму не похоже да к тому же я вам говорил мы выбираем мы ищем в другом ищем свою противоположную часть влюбленность да то есть мальчики ищут свою как бы иску часть других женщинах до аниму свои проецируют а девочки ищут в мальчиках мужчинах ищут свою мускулитную часть проецирует до анимус такой янскую часть поэтому мы влюбляемся в каком смысле в самих себя там до проецируя свою там противоположную по полу часть на другого и получается в этом вроде бы мы там женимся там замуж выходим да но получается мы не по сексу не по биологии да не по чему-то что подходит ну и может быть наоборот что например сексуально там совпал самец какой-то такой а с точки зрения мамонта приносить с точки зрения комфорта с точки зрения человеческой там все гуляет там ничего нету да то есть как как в сексе он меня удовлетворяет на то есть а в остальном нет вот как здесь этот баланс как этот баланс вот соблюдать да то есть вот как его и здесь естественно самое основное вот про баланс это умение смотрите главное умение это быть собою слушать себя что такое слушать себя это слушать и тело слушать уметь уметь слышать свои инстинкты позывы до свои стремления в том числе и сексуальное в том числе возбуждает не возбуждает контакт вплоть до того что запах вот у меня нюх как у собаки да ну то есть вот я точно не смогу скорее всего заниматься сексом да если женщина меня по запаху не приводит у меня реально я могу искать по запаху вот как собаки ищут у меня нюхну я научился с возрастом выключать его часы раньше вообще не мог выключать но если я где-то на природе я могу прям выслеживать там какой-нибудь могу выслеживать по запаху зрение было плохое сейчас операция но там тоже падает вот а раскачался как ведущий орган раскачался запах такой вот прям вот все могу унюхать вот поэтому если есть запах поток который мне вообще ну я не смогу просто я не сексом но наверное как говорят вопрос сколько ты выпьешь да но все-таки жить с человеком да то есть вот как-то запах являясь ключевой и вот сексологи говорят что запах он играет такую роль в идеальной картинке наверное можно себе по феромоном там подбирать да то есть подбирать себе партнера но в этом тогда не будет нас как человек а то есть мы же мы же все-таки человеке там да вот и здесь может быть столкновение интересов до такой внутри в теле ролей надо себя понимать что значит какая вот слышать себя значит нужно слышать свое тело свои чувства да то есть свои органы чувств до отзывается не не отзывается да и внутри слушать свою человеческую часть приоритета раз расстановка приоритетов потому что например по молодости нас вполне может устраивать какая-то сексуальная жизнь совпадение какое-то но мы дальше растем развиваемся вот одна из причин по которой пропадает сексуальная сфера да это то что мы становимся слишком разными да то есть нас перестает привлекать вот эта человеческая часть ну то есть нас может быть биология еще там привлекает как-то да вот а человеческая часть перестает нас привлекать то есть мы вот про роли вот я обещал те кто присоединяется я обещал все таки что-то такое рассказывать но в чем я понимаю да про роли то здесь важно понимать да что мы соединяемся в неких ролях что мы например совпадали по каким-то ролям ну например возьмем пример студенческой жизни ну например вместе мы соединились да и как студенты он на гитаре играет там не знаю я пою там не знаю вместе на каких-то тур слетах мы вместе ходим на выставки да то есть вот у нас эти роли там они совпадают в том числе секс такой молодой активный у него гормонов много мне не настолько там важно было нежность я только там сексом но то есть еще все при а то есть по молодости еще все в новинку да то есть я еще не знаю то есть у меня внутри тела реагирует сразу там да и кончаю сразу оргазм сразу ну то есть и и мы в этом отношении ему надо как-то это все там прям все раз раз там все драйв гормоны выделились там все на новизне это все прет то есть нам интересно мы такие вот у нас студенческой жизнь мы все пробуем влюбленность еще подогревает то есть мы в этом разогреты и если из этого состояния принять решение из этого станет решение что а давай поженимся давай будем жить вместе давай создавать хозяйство там да а проверенности в том что у нас вот эта роль я вам говорил вот давайте я вам напомню эти роли вспоминаем роли до что друг там подруга до мужчина там друг подруга боевые товарищи до 2 роль появляется там это сексуальные партнеры и вообще про красоту да то есть это про любовник любовница до самка самец дальше появляется роль муж жена король королева да и отец ребенка мать ребенка и вот эту вот роль мужчина женщина когда на сексе когда на новизне когда это на гормонах да то есть когда на интересе когда вас еще друг от друга прет когда вы такие два студента да то есть это один будет секс да но когда вы приняли решение вот это появилась роль муж жена да то есть она выходит на передний план хозяйство как вы ведете как мы вместе да то есть взаимный интерес дальше появляется роль мать ребенка отец ребенка там да то есть как-то они еще ведут хозяйство и опять таки вот эта роль роль сексуальных партнеров мужчина и женщина да то есть интерес друг другу он тоже начинает вот эту роль я вас учу в ролях мыслить вам кажется что вы единой неделимой да нет это разные роли то есть когда я веду хозяйство то одно например ну понятно по молодости там да то есть когда я там стою мою посуду он там меня там за задницу схватят там и ведет там в шею там поцеловал и все я плыву там да там а если это у меня там кучу детей мне надо помыть посуду они там на работу там бегу а он там сидит дома не работает он там в карантине ему хорошо и он это делает а у меня мозг занят другим не надо решать сто тысяч дел что вроде тот же самый поцелуй также схватил за жопу там все то же самое по идее все также должно возбудить но я в другом процессе он остался в этой же роли он сейчас в роли находится там любовник да а я в другой роли я в роли там от детей я там жена я там на работе там какой-то боевой товарищ то есть я сейчас не в семье как бы мне надо бежать там да наверное по молодости можно было на все забить как студент смотри студента что учеба да нахрен тучок давай секс это хорошо то есть может а на работе например забить уже не получится я уже не студент например меня могут уволить или я сама там уже начальник да там или на детей например забить невозможно там на забрать из садика этом с бассейна там еще что то то есть у одного роль смотрите у одного он в роли самца остался например а у вас роль в эту момент в этот момент когда он пристает из роли самца вы в другой роли он там обижается да там ты меня не хочешь или ты чего у нас вроде все было а здесь просто говорит о том да говорит о том что человек влезает в этой роли не совпадающей роли может быть вы его и хотите но если бы это было вечером если бы было в хорошей обстановке не про шампанское речь идет а когда у вас мозг чем-то другим не загружен система не перегружена поэтому секс очень в сексе важно понимать что должно быть совпадение ролей в этот момент вы примерно должны быть заняты одним вы в этих ролях и нужно уметь переключаться вот мы были с тобой по хозяйству муж жена да а сейчас мы переключаемся в роль самка самец мужчина там должен показывать да что сейчас вот про это женщина должна там тоже показать сейчас про это и внутри если он сидит щелкает телевизор она перед ним крутится типичная история да а у футбола или что-то смотрит он не переключается да то есть ему выключиться из своего телевизора да и посмотреть что кто-то там в пеньюаре прошел он не в состав в другой он в другой энергии в другой роли находится роль я зритель футбола роль я там не знаю сижу играю в playstation а поскольку мужчина не быстро в детей превращаются я вам про энергии любящего говорил что когда дети тонут дети играют они заигрываются и хрен оторвешь то же самое мужчин мужчин таки больше чем женщины дети везде свой нос уют ну и утрирую немножко но все равно процесс мужчине мужчину если что-то сейчас объясню у женщина сфера чувств сфера ощущений сфера эмоций это ее природа женская иская это иская энергия это природа шакти вот эти все эмоции чувства да то есть вот эта нежность вот это все поговорить вот эта интимность вот этот дом атмосфера это просто женская энергия это не значит что нет у мужчины этого я просто говорю что у женщины это в приоритете это ее женская природа такая вот ей легче даются чувства ощущения эмоции поплакать вот прочувствовать что-то вот посопереживая эта энергия вот в том числе королева да то есть в том числе это женская природа энергии любящего дата женщина отдается чувством энергии воды, ей легче отдаваться, понимаете? Женщина, условно говоря, сейчас образ не так, но я примерный образ провожу, что если женщина, только не подумайте, что это так на самом деле, я просто образ как будто провожу, что если вот женщина к реке подойдет, условно говоря, женская энергия, она подойдет и так, о, вода, так раз, так вау, так раз, так ляжет, нежится будет, ну, если она теплая. Я утрирую сейчас, понимаю, сейчас скажешь, так, Андрей, хрень несешь. А мужская энергия не мужчина, мужская энергия, это подойти в воду, вау, вода, хук-хук-хук-хук туда нырнуть, грести, ааа, кайф там, ааа, брызги, да, то есть мужская энергия войти, не отдаться, а преодолевать стремление, это мужская энергия, это не про мужчину. Понятные есть женщины, даже у меня такая женщина была, воду любила, она какая-то, русалка такая, она видела воду, разбегалась, прыгала такая, просто вот русалка, ну, есть такие, вот, но я говорю про энергию, да, то есть, что женская энергия, это вот эти чувства, переживания, вода, поток, да, отдаться потоку, женщине проще отдаться, это ее природа вообще отдаваться, знаете, чтобы ребенок появился, хорошо вообще отдаться, да, вот, вот, и поэтому ее природа нормально отдаваться, А мужика природа брать, мужика природа достигать, мамонтов там, да, то есть входить. Здесь нет ничего такого, да, что я сейчас говорю, так устроено. Мужчина входит, его задача, да, там, втыкать, условно говоря, и в жизнь втыкать. Он везде вилка, как рисует мужика, вилка, розетка, он везде все втыкает. Он и в жизни все втыкает, это его природа пойти. Почему они быстрее гибнут-то? Потому что они везде голову себе ломают. Ну, то есть они везде лезут. Так гена, генетика так распорядилась, да, что хромосомы там, да, что везде эксперименты, да, то есть везде пробивай эксперименты, воюй, ну, утрируй. Поэтому здесь, да, здесь, ну, вот мужчине трудно. Это не сильно его место, это не сильно. То есть вот эти чувства, переживания, интеллект, да, ну, то есть вот рацио, рацио такое, да, левое полушарие, да, то есть у мужчин, им легче это дается. Это не значит, что они умнее, я говорю, им легче это дается. То есть они легче в голову уходят, им тяжелее быть в чувствах, в эмоциях. Трудно быть женщиной, типично на что жалуются там женщины, когда нуждаются в поддержке, она приходит, ааа, у меня начальник, он меня там достал, там, ой, он там это. Да, вот, мужчина говорит, да что, да пошел в задницу, давай увольняйся оттуда, или хочешь, я ему морду набью. Она такая, ну, что ты, я не знаю, ну, может быть, что-то там, ну, не знаю, ну, обними меня. Ну, то есть, а мужчина сразу решать, сразу действовать, сразу там, ну, не нравится на работу, я же тебе говорю, я тебе денег на двоих зарабатываю, ну, не ходи, ну, не нравится тебе это начальник, не нравится тебе это место, ну, что ты ездишь? Да пошло, ну, сиди дома, я тебе уже сто раз говорил, что ты ездишь, там, копейки зарабатываешь, ты в парикмахерской больше тратишь, чем, там, на работу ты ездишь. Да сиди дома, жрать мне готовь, и все, что ты ездишь? То есть ей-то хочется, чтобы ее поддержали, с ней побыли в чувствах, в эмоциях. И поэтому мужчины, у них больше склонности зависать, они не чувствуют. У них больше склонности зависать в компьютере, больше склонности зависать за пультом, еще где-то. То есть они уходят в свою какую-то вот это в голове. Сейчас же придумали вот все эти гаджеты и все вот эти механизмы. Они же все построены на таком... Ну, глазами смотришь что-то, на информации построены. И они прям засасывают, да? То есть мужиков вот эти компьютерные игры прям легко очень всасывают, да? То есть эти там разного плана, в зависимости от того, какая энергия преобладает там. Там шутеры какие-то, стрелялки какие-то, стратегии там, ну, то есть... Поэтому здесь очень важно вот это переключение в ролей, да? То есть умение вот в паре, да? То есть и вы как бы переключаетесь, да? И умение каким-то образом включаться обоим в эту роль про секс. И пропадает тогда... Теперь смотрите внимательно. Дисмиссинг такой, как по-русски сказать. Не совпадение, да? Если вы находитесь в роли там, да? То есть что-нибудь такое... Я сегодня сижу там, где много предметов. Вот. Поэтому какой-нибудь предмет сейчас возьму. Вот. Ну вот. У вас, например, красный. Красный. У вас, например, вы сейчас в роли секса находитесь, да? А мужчина, он где-то там у компьютера сидит. Вот. Вы к нему раз, вам тоже хочется, чтобы он был тоже на уровне секса, например. Да? Чтобы они вот совпадали. Чик-чик-чик. Роли. А он здесь. И если вы не получаете вот роль про секс, например, вы к нему раз, он отворачивается. Раз, он не реагирует. Раз, не реагирует. И в этот момент, смотрите, как рушатся отношения, в том числе сексуальные. Я сейчас про секс говорю. Понятно, они там много чего рушатся. Но я сейчас про секс говорю. Как он рушится чаще всего. Несовпадение ролей. То есть вы в этой роли приходите, что-то вам хочется, вы сейчас к ней готовы. Это же, я говорю, секс, это не только про секс. Это не только, что в я там засунули, в меня засунули. Нет. Это прежде всего энергия любящего. Прежде всего это про контакт. Это прежде всего про открытость. Прежде всего про такой взаимный. Это танец. Это вот эта роль, ну, если мы говорим про разноименных, это роль мужчины и женщины. То есть мы входим в контакт. Но если это однополая, то какая разница? Все равно мы соединяемся, наша природа. Мальчик с мальчиком, девочка с девочкой. Все равно мы соединяемся, мы хотим все равно через секс как-то соединиться. Зарядка у меня тут. Надо переключить. Опс. Вот. Теперь смотрите, вот это несовпадение ролей. Внимательно смотрите. Если я пришла, там этого нет, и я не смогла... Вот он спрятал вот это. Да, то есть я не смогла достучаться, я и так, я там и сплясала, там и это, да, то есть вот. Но вы же не только про секс пришли к нему. Вы же... Мы же говорим сейчас про отношения. У нас тема сегодняшняя, как пропадает секс в отношениях, да, то есть вот. Про отношения говорим. Отношения, значит, вы были соединены вот в этих многих ролях, да, которые у вас были, да. То есть вот и муж, и жена, а там вы в отношениях. Это то, что для вас, ну, то, что вы считаете отношениями. Теперь смотрите. То есть я хочу вот эту роль от него, например, да, но если это девочка, это мальчик, например. А он там за своим компьютером или где-то, или у него что-то происходит, ему не до грибов. То есть вы и так, и так, и так, а он увиливает от этого. Условно сейчас говорю. Ну, то есть десмиссинг получается, да, такой. Несовпадение. Вот. Если он как-то это объяснил или как-то это упаковал, там, ну, то есть извинился, там, еще что-то, там, потом это загладил, там, да, то есть это одна ситуация. Но если это там продолжается, и он никак на ваше вот это не реагирует, ну, не только на это, а не входит в ваше положение, он не сочувствует вам, не сопереживает, что секса нет, он не говорит, когда он будет, он не проявляет свой интерес по-человечески. У вас же, кроме этой, например, роли, да, то есть какой-нибудь, вот, возьмем. У вас же, например, есть роль, там, про уважение, например, роль, там, это будет снежная королева. О-о-о, нехорошая роль. Вот. Какую-нибудь другую выберем. Вот. Не знаю, нормально, нашу баночку возьмем. У вас есть, например, роль королевы, да, там, есть роль королевы, там, да. Это же не только у вас секс есть, то есть вам хочется, чтобы вот он мужчина у вас внутри, вот, он, у него тоже есть роль короля, какую-нибудь вот халву возьмем, роль короля есть у него, да, и чтобы вы с ним вот в этой роли взаимодействовали. Это значит, он вас уважает, он вас слышит, слышит, король, слышит, чувствует, сопереживает, поддерживает. А если вы не получаете, вы хотите, вы девочка, где моя девочка, если вы как девочка хотите секса, а он занят чем-то, да, то есть он отворачивается от вас, но у вас же королева тоже страдает, смотрите, у вас же, если он вас не слышит, не извиняется, если не приходит король, если с вами не взаимодействует мужчина в виде понимания, в виде сопереживания, да, то есть он, то есть вы, смотрите, вы не получили секса, фига оттуда пришла, да, то есть вы вот этого не получили мужика, да, там, не получили, танца не случилось, да, танца не случилось, танца нет. А он еще и говорит, да ладно, или там отворачивается, или что-то То есть он никаким образом с вашей королевой не взаимодействует То есть еще, смотрите, секса нет Короля от него нет А он снова либо сидит, либо отворачивается каким-то образом Или переводит там дети, ну то есть сливается То есть он сливается И получается дизмиссинг несовпадения То есть у вас внутри проваливается вот это И сексуальная роль, и королева То есть и женщина пропала, и жена пропала И нету поддержки, нет сопереживания Никаким образом мужчина, например, он с этим ничего не делает С тем, что нет секса, он не меняет Секса может быть, смотрите, может быть не только секса нет Не совсем правильно говорить Нет того сексуального контакта, который вам нужен Вот женщинам часто нужно, да, это нежности Это вот то, что там, ну там пишут, а поговорить, да, как в анекдотах Это замедленности, да, то есть это умение, танец такой Это слышать, как ее тело реагировать То есть это делать ей приятно, это может быть слабо Это то, что входит в у нее То есть вот этой женщины, да, это то, что входит у нее в набор секса Это набор, набор Нормального сексуального контакта Еще раз говорю Он набор, набор, например, когда там они были студентами Он мог быть вот, он мог быть один набор Но он же мог поменяться Вы же тоже растете, вы развиваетесь Вам уже может быть именно траха Именно траха такого Такого подросткового, студенческого Именно секса, как просто вот позаниматься сексом Может быть уже нет Вы тоже растете, развиваетесь Вам хочется мягкости Вам хочется танца такого Вам хочется интимности Вам хочется взаимного обмена Вам хочется чувствовать Вам хочется проживать это Вам хочется быть в моменте У вас уже, может быть, гормоны не зашкаливают То есть вам хочется вот этой нежности Вам хочется секса Но неважно, может вам и порево такого конкретного жесткого порно хочется Не знаю, может вам садомаза Не имеет значения Это ваш собственный набор, что вам хочется Может быть вам в студенческом возрасте было вот этого достаточно Сейчас нет Для ваших новых отношений Новых отношений Вам нужно вот это Для ваших новых, сегодняшних Вы уже не студенты Вы уже поменялись Мир меняется, тело меняется Особенно если вы родили, например Или у мужчины тестостерона стало меньше Там с годами, например Чувствительность поменялась Гормональный фон Просто вы взрослеете Чисто по физиологии даже И меняется То есть меняется какая-то внутренняя потребность Меняется Это первое Второе Меняется степень контакта Степень взаимности Которые вам нужны Вот этот набор Но если мужчина Смотрите Если мужчина Он отвернут Но я сейчас говорю Мужчинка разница Женщина То же самое может быть Просто у меня аудитория 99% девочки Поэтому я больше расскажу про девочек То же самое перевернуть Если мужчина Смотрите меня Но переверните зеркально Без разницы абсолютно Вот Если женщина не получает Секса И не получает Короля Не получает Поддержки Разговора Вот в этом Вы же получаете Смотрите Облом Не только с сексом Но облом-то По достоинству По уважению По взаимности У вас проваливается Теперь внимательно Смотрите Проваливается сфера Животная Сфера проваливается Но если нет контакта Про секс Не разговариваете Не выясняете Вместе Совместно Никуда не двигайтесь Помните Я вам говорил Но не все К сожалению Были С самого начала Посмотрите На ютюбе Ссылку дам Наши предыдущие эфиры Про роль То есть про роль Вот этого взаимного уважения Это Есть отношения Смотрите Отношения Это там где формируется Сначала я отдельно Ты отдельно Потом мы куда-то там Путешествуем В кино Дальше появляется Вместе Вместе Совместность Совместность Вместе мы решаем Как где жить Вместе решаем Как воспитывать детей Но Быть вместе Вспоминаем В американских фильмах Быть в горести И радости Но если возникает Проблема Вот здесь В сексе Вот здесь В сексе Возникает проблема То эту проблему Тоже Нужно решать Смотрите Если там действительно Пошла проблема Ее же тоже Нужно решать Вместе Вместе Понимаете И здесь появляется Кроме животного То что мы соединяемся Да Животными Соединяемся Секс Появляется Желание Еще соединяться На человеческом На социальном уровне Мы же не только Животные Правильно Не только про секс Не только про удовольствие Не только про кайф Но если он Поворачивается Поворачивается Задницей В тот момент Когда я хочу С ним поговорить Почему у нас нет секса Или хочу Что-то улучшить Хочу изменить А мне это важно Эта сфера важна А она важна Я говорю Эту роль То что тоже Входит в отношения Если это действительно Полноценное отношение То сфера Секса Не только секса А мужчина Женщина То есть это энергия Афродиты Энергия Венеры Энергия взаимности Энергия контакта Мы же не можем Сексом заниматься Как какие-то там Собачки Или кошечки Только когда течка есть Нет Мы Такие Существа Такие Животные Которые Могут заниматься Сексом Ну там Всегда За исключением Там редких Моментов Поэтому Это та сфера Которая входит В нашу Такую природу Человеческую природу Мы открыты Для секса И отношения Если мы там Вступали в брак Мы там Как бы решали Что это будет Частью нашей жизни Частью нашей сферы То секс Входит в часть Наших Отношений Вот это вместе Включает секс В отношения Если мы только Не принимаем Смотрите Может быть Принято Вот здесь Решение Решение Король Смотрите Король Принимает Решение Король Энергия Короля Достоинство Это моя Ответственность Я так Решил Королева Принимает Решение Это зона Моей ответственности Я так Решила Король Королевой Теперь смотрите Они же пара Они внутри Должны Если у них нет секса Правильно Принять решение Что мы с тобой Переходим В отношения Больше Где остается роль Друг подруга Отец Мать Детей Мы живем вместе Но если это решение Принято То тогда надо Посмотреть Тебе надо секс Или не надо Здесь же должно быть Второе решение Что тебе делать Если мы принимаем Решение Между нами Секса Не будет Ну тогда Окей Либо я на стороне Либо там Анонизм Мастурбация Либо мы капсулируемся Нам больше Секс не нужен Все Мы оба Импотенты Но это все равно Решение Это будет нормально В семье Смотрите Нормально Естественно Что два Король с королевой Приняли Совместное решение О том Как они будут Урегулировать Сферу секса Но про это Хотя бы надо Разговаривать Чаще всего Секс Такая сфера Где люди Не разговаривают Где люди Не договариваются О чем А если договариваются То и не соблюдают Чаще всего И если например Вот этого нет А партнер Не договаривается Отворачивается То удар Кто получает Если он со мной Не разговаривает Если он не хочет Вот так Если он Не сопереживает Удар Получает Вот здесь Ваши внутренние Там Или король Или если вы мужчина Или королева Если вы женщина Удар В чем он заключается Меня мой партнер Не слышит Он со мной Не считается Он вместе со мной Не хочет Там идти на уступки Развиваться Думать про это Смысл Отношений Тогда Пропадает Почему Не потому Что нет секса Смотрите Не потому Что нет секса Я вам говорил Как-то эфир Сколько там был Не знаю Не потому Что нет секса А потому Что нету Короля нет И королева Все Эти два человека Потому что Правильные отношения Правильные Я сейчас говорю Модель Такую западную модель Такую архетипическую Я не беру модель Где женщину Выдают Там замуж Или по каким-то Иным основаниям Я говорю Модель Равноправных Партнерских отношений Где два человека Пришли в ЗАГС Подписывают Там вот эти бумажки Подписывают Да И я принимаю решение Да Ты моя Я согласна ли Ты выйти замуж Там Да Согласна ли ты Жениться Да Вот это да Это некое Мое решение Да Решение Дееспособность Это и есть Королевская энергия Да Я принял решение Я приняла решение Вступить в этот брак Не под пороком воли Меня никто не заставляет Я принимаю Но вы же в брак Смотрите Одно дело Вы вступали в брак И договорились сразу Смотрите Вы сразу договорились Секса не будет Окей Велком Брак по расчету Вы живете Там вот соединенные Только этим Секса нет Брак по расчету Ни у кого Никакого претензии Ожиданий Что там секс Ты там меня не удовлетворяешь Ты мне не нравишься Какая разница Это все Все Брак по расчету Но если вы В ваш брак Вступали А там подразумевался Секс И вдруг на ходу Правила игры Изменились Секса Вдруг мужчина Секса нет Да Он говорит Все Сидит свои Игрушки играет Или на работу ушел Он весь такой холодный Весь туда ушел На работу Думает только Там о каких-то делах О карьере Или еще Он весь такой Все Все Весь туда ушел Вам теплоты хочется Вы такие Ну где там Где тепло Ну хотя бы вот так Давай повзаимодействуем А он такой Нет Он весь ушел И здесь Юридически Юридически Про Сделки Сделка под названием Бракосочетание А это сделка Двусторонняя сделка Да То есть Два человека Волей Приняли решение Значит Объединить Свои усилия А разве Второй Предупреждал Что будет такое Вот Если вас до свадьбы Не предупредили Что секса Не будет Смотрите Секса не будет Договариваться Не будет Да Король А будет только Вот такое Что я денег Тебе заработал Делать что хочешь У вас бы был выбор Главное Что у вас Для вашей королевы Был бы выбор Я замуж выхожу Или не выхожу Женюсь Не женюсь И получается Условия сделки Изменились Да То есть Условия Под которыми Мы В брак вступали Да Они существенно Поменялись Да То есть Вот Тот смысл Брака Потому что Брак В себя Отношения Ну не обязательно брак Отношения Отношения Включали Что между нами Будет секс И если он пропадает Если что-то с ним не так То надо встречаться И надо разговаривать У нас что-то здесь В этой сфере не так Давай с тобой говорить Говорить мало Давай делать Потому что Короля без воина Это ни о чем Энергия воина Воительница Это еще и делать Там Идти к сексологу Не знаю Придумывать эти ролевые игры Не знаю Там смотреть Анализировать Там тестостерон Разные позы Ну я не знаю Я не сексолог Сейчас я в эту сферу Не лезу Но в любом случае Два человека Если они хотят быть вместе И вот этот брак Продолжать Смотрите Продолжать Не сохранять А продолжать Что такое сохранить брак Что за бред Что за бред Чего сохранять Если Объясню Как юрист объясню Логика у нас Предмет был Объясню Если брак Включал Вот это Брак включал Вот это Сохранять Ничего Продолжать Надо Мы договорились Что в нашем браке Будет секс Так давай с тобой Продолжать Что будет секс Что можно сохранять Если оттуда Ушел секс Если основа Смотрите Основа Это называется Существенные условия Для сделки Существенные Секс на момент брака Был Существенным условием Договора Вам что Объявляли Что секса не будет Нет Соответственно Если в браке Или брак Где я Я за тобой бегаю Или это будет брак Какой Я за тобой бегаю Ты холодный А я такая Или ты сидишь У компьютера Там у телевизора А я там вокруг тебя Пляшу У нас Это новая форма брака На полном серьезе Вот это Смотрите Танец Он сидит у компьютера Вот там это Ну ладно Один день посидел Но если это месяц Если это полгода Вы вокруг него Танцуете До этого До этого Вы там чуть потанцевали С студентами И он там Раз с вами Условия изменились Да Условия изменились Это Иногда он вам секс дает Там раз вместе Иногда не дает Но это другой брак Это другой брак Того брака Ну Который Под который Вы там Ставили свои подписи И которым Вы договаривались Вот о таком Который включает И короля королевы Включает Там да Там и секс включает Его больше нет Все Он умер Нету его И значит Надо передоговариваться Да То есть Вы мужчину Должны там спросить Условно говоря Сейчас утрирую Да Спросить Слушай А что Я теперь все время Да То есть Вот это все Это теперь наша семья То есть Ты теперь будешь сидеть У компьютера И это И мы сексом будем заниматься Только когда ты оторвешься И скажешь Так жена Я сегодня хочу трахаться Все давай сегодня трахаться Я вот дозрел Меня компьютер сегодня не интерес А дальше все Дальше опять Ты сидишь у компьютера И мы трахаемся только тогда Когда тебе надо Да То есть Это новый брак Понимаете Новый Чего там сохранять Нельзя сохранить то Чего исчезло Исчезла та основа Основные условия сделки Под названием Обоюдности Да Что Ты на меня реагируешь Что мы с тобой Какой-то сохраняем Сексуальную жизнь Сексуальную сферу Все Все Того условия сделки Нет Под которым мы подписывались Понятно Никто не заключает Такие Я вам сейчас говорю Идеальную картину мира Но для психики Это идеальная картина Мира есть И если Завершая вот этот блок Если мужчина Не договаривается С женщиной Или женщина Не договаривается С мужчиной Про это Рушится энергия Короля Королевы А в брак Кто вступал Кто принимал решение Ответственность Зрелость Ваш лидер Ваш король Дееспособный И принимал решение Но если с ним Не считаются Если с ним Не считаются От него Отворачиваются Или вообще Его игнорируют То вот этот король Смотрите Внимательно Про секс Он должен принять Королева Королева Должна принять Решение Вторая сторона В одностороннем Порядке Не обсуждая Со мной Отказывается От условий Сделки Про секс И либо я Либо я Как королева Принимаю решение Что я соглашаюсь На такие правила игры То есть Ну я соглашаюсь Так есть Мужчина Ставит меня В такие условия Он со мной Не разговаривает Со мной Не договаривается Ну окей Так устроен мир Он хороший Отец детей У него Вот отец детей Вот Возьмем Мне нравится Вот как королеве Мне нравится Что он Хорошая Там Секса Нет Со мной По Со мной Разговаривать Как король Не разговаривает Ну окей Секса Нет Короля Нет Но зато Я мама Детей Что-нибудь Там мягкое Возьму Не знаю Зубную паст Вот Я мама Детей Он отец Детей Ну и прекрасно Моим детям Нужен отец Секса Не будет Считаться Со мной Не будет Уважать Меня Не будут Разговаривать Со мной Не будут Ну и ладно Мое решение Королевы Мое решение Королевы Что я с этим Мужчиной Живу Ради Этого Но Тогда Нужна Одна вещь Маленькая Что Ваше решение Нужно быть Если у вас Есть королевская Энергия Это ваше решение Нужно быть Последовательно Перестать Самца Перестать Из него Дергать Секс Ну как Он же Его не дает Это же Вы приняли Решение Перестать Его пилить Если он К вам Отворачивается Сидит В компьютер Значит Вам надо Принять Решение Да Пусть Сидит В своем Компьютере Пусть Сидит В своем Плейстейшене Это же Вы Приняли Решение Я Нахожусь Рядом С тем Кто Сидит В Плейстейшене Это Мое Решение Это Ваше Должно Должно И дальше Должно Быть Принятие Смирение Слово Такое Смирение С миром Я С миром Я С миром Отношусь К тому Что Ко мне Задницы Повернут Но Это же Ваше Решение Оставаться В этом Браге Ради Например Вот Этого Ради Детей Там же Еще Чуть Ради Ради Денег Ради Того Что Нельзя Быть Одиночкой Ради Того Что Внутри Есть Страх Одиночества Вообще Ради Того Что Разводиться Там Не Принято Ради Того Что Я Никого Больше Не Смогу Найти Ради Того Что Человек Хороший Ради Того Что Ради Памяти О Прошлом Там Что Угодно Может Быть Миллиард Вариантов Ради Чего Я Остаюсь Но Это Точно Будет Уже Брак Не По Расчету А По Вашему Не Понравится Что Я Сейчас Говорю Психологи Они Что Там Сохраняют Или Там Кто То Дерьмо Полное Я Юрист Нет Нечего Сохранять Основное Условие Сделки А Вот Отсюда Если Нет Нет Короля Нет Например Нет Еще И Секса Нет Нет Неуважения Ни Секса И Со Мной Переговоры Не Ведут А Делают Как Им Нравится То Мужчина Вот Тот Брак В Который Вы Вступили Он Рухнул Его Нет Это Новый Брак Новый Брак Тот Брак Умер Тот Брак Даже Если Сейчас Я Скажу Странную Вещь Очень Странную Вещь Даже Если Ваш Тот Брак В Который Вы Ступили Был В вашей Голове И Вы Спроекцировали Что Этот Мужчина Он Будет Хорошим Королем Хорошим Мужем Хорошим Любовником Когда Ему Там Ну Не Знаю Он Умер Мужчина Умер В вашей Голове Его Нет Реальность Показала Что Это Мое Было Очарование Влюбленность Моя Картинка Из Моей Головы Что В итоге Не Прошло Проверку Времени Проверку Боем Этот Мужчина Не Прошел Нет Ни Секса У нас Через Там Год Например Полтора Нет Уважения Ко мне Ни Желания Изменения Ни Желания Расти То есть Он Мне Показался Что Это Мужчина Что Он Король Что Он Самец В нем Что Есть Энергия Самца Марса Что Он Со Мной Будет Разговаривать Считаться Ну Отец Детей Хороший Ничего Не Спорю Но Картинка За кого Я вышла Замуж Это Все Была Иллюзия Иллюзия Рухнула И дальше Когда Рухнула Иллюзия Я должна Посмотреть Меняться Или Нет Или Вариант Действительно Вариант Что Если Вы Действительно Можете До Его Монарха Достучаться Еще раз Говорю Нужно Не Вот Сюда Многие И сексологи Про это Работают Они Работают Вот Про это Вроде Бы Нет Мы Люди Мы Не Животные Секс Это Проекция Проекция Отношений Это Отношения И Может Быть Даже Хорошо Что Секс Рухнул Потому Что Реально Можно Посмотреть А что У нас В отношениях Как Мы С тобой Вместе Вот Это Наше Вместе Кто Мы С тобой Как Пара И Вот Здесь Конечно Нужно Смотреть Я С Этим Мужчиной Могу Разговаривать Могу Договариваться Есть Что Ради Чего Мне Оставаться В Этих Отношениях Ну Дальше Вы Смотрите Дальше Вы Смотрите Да То Есть В Них Вообще Можно Быть Нельзя Быть Но Еще Раз Говорю Решение В Них Оставаться Если Мужчина Если Он Разговаривает Если Он Идет На Уступки Если Вы Вместе Смотрите Вместе 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 Ищите Про Секс Вместе Ищите Выход Из Проблемы Вместе Преодолеваете Вместе Ждете Вместе Терпите Вместе Смотрите На Решение Это И Есть Энергия Короля Королева Это И Есть Отношения Тогда Есть Шанс Есть Шанс Да Что И в Живот Вы Сходите К Сексологу Придумайте Игры Найдете Какой-то Взаимный Интерес Поедете Вместе На Тантру Еще Что-то Но Здесь Будет Шанс Вот Здесь Будет Шанс Что-то Я Времени Мало Вопросы Почитаю Если Интересно Я Там Спрошу Ну Основное Что я Хотел Сказать Про Роли Я Основное Что Хотел Донести Если Тема Отзывается Интересно Мы Вот Так Можем Их Смотреть С точки Зрения Ролей С точки Зрения Мужчины Женщины Где Что Преобладает Какие Причины Я Там Спрошу Ответите Вопрос Прочитай Веджет Вечет Сниму